Пожалуйста, вы смотрите, вы ехали трассмутно-средство на своем, на Toyota, приближаетесь к пешеходным переходам, который обозначен сигналом стаффор. Я вам напишу пояснение. Правая машина остановилась, правильно? Правая машина остановилась, заехала практически на пешеходный переход. Остановилась перед пешеходным переходом. Хорошо, она остановилась перед пешеходным переходом. Вы, согласно правилам размножения, должны тоже снизить скорость вплоть до полной остановки. Я снизил скорость, но расстояние было, она слишком резко остановилась, расстояние было слишком малое. Пешеход подходил на пешеходном переходе? Вам для этого нужен пешеходный переход, чтобы пешеходы там переходили, дорогу. Я не видел пешехода. Там освещенный участок дороги, девочка там был. Вчера был дождь, было очень темно. Девочка вся была, у нее только носочки были белые. У нее и собака была белая. Да, и собака белая, согласен. Вот. И она шла из-за машины, я ее не видел и видеть не мог. Я мог отреагировать только на то, что остановилась машина. Хотя вы, как водитель, обязаны были при пешеходном переходе снизить скорость вплоть до полной остановки. Ну я только не остановился, но скорость я снизил. Вот я посмотрел камеру видеонаблюдения, которая расположена на здании, как вы ехали. Вы ехали с приличной скоростью. Какая скорость движения у вас была? Не более 40 км в час. Скорее всего меньше. Я знаю, выкратнее сказать. Потому что видимость была очень плохая. После того, как девочка перешла дорогу, она села на скамейку, я так не ошибаюсь, правильно? Она стала стоять? Она бежала через пешеходный переход, перешла на другую сторону, и дальше я ее догнал. Что было дальше? Вы к ней подошли? Она стояла, она хромала, она присела. Как она стояла? Нет, она стояла. Она стояла? Я спросила, нога болит? Она говорит, да, больно, но не сильно. Я говорю, давай сходу поедем в травмпункт. Я отвезу тебя в травмпункт прямо сейчас. Вот. Не знаю, может быть из-за того, что она была с собакой. Она сказала, нет, у меня точно нет перелома, у меня просто, скорее всего, уши. Я живу совсем рядом, если что, я позвоню папе, он за мной заедет. Я пытался настаивать на том, чтобы отвезти ее в травмпункт. Она отказалась. Причем отказалась, ну, настойчиво отказалась. Девочка-то поступила правильно, она не села в машину к незнакомому мужчине. Вот, собственно, что. А вы, получается, не позвонили в полицию, не сообщили о том, что произошло. Вот в это все упирается. Все дело в том, что девочка утверждала, что с ней все нормально. И она не требуется, и помощь ей не требуется. Давайте вернемся еще раз. У всех есть телефоны, то есть она могла позвонить сходу. Но вот, к сожалению, я не додумал, что надо было сходу позвонить там. Пускай не в ГАИ, пускай родители. Чтобы они приняли решение о том, что я бы, несомненно, там остался бы и помог бы все до конца.